Всем привет! На моем канале самые свежие и актуальные новости Дома-2 на текущий день. Не забудь подписаться! Ольга Васильевна, которая находится в заслуженном отпуске рядом с давно забытым супругом, не может спокойно наслаждаться семейной жизнью. Женщина страдает без общественного внимания и строчит посты и комментарии в интернете. Ольга Васильевна пишет, что больше всего они с мужем посмеялись над юмором Глеба и Чуева. Хочу всем сказать, с мужем узелочки на смертный одр еще не собираем. Как придет мое время, так и уйду с проекта, а пока не покладая рук, буду трудиться на проекте и приносить пользу. Вот мои ребрышки зарастут, и я еще снова станцую и всех повеселю, а то будете без меня грустить. В общем, как всегда, бабулька в своем репертуаре. Вчера в городских прошли съемки ток-шоу. Активно обсуждали Илью Григоренко и Сашу Гозиас. Разобраться без стакана в их бредовых отношениях просто нереально. А в отношениях Элла Сухановой и Игоря Трегубенко опять разлад. Игорь снова отказывается жениться на Сухановой. Ведущие в студию пригласили 12 девиц, чтобы те показали Элле, как нужно возносить своего мужчину на пьедестал. Но Суханова говорит, что делать этого не собирается. Чувства к Игорю угасли, ровно как и желание бороться за эти отношения. Камила Коробейникова мечется между Рудневым и Григоренко. Девушка заявила, что она своей звезде не хозяйка по причине злоупотребления горячительными напитками. И ей нужен не только психолог, но и нарколог. Девица готова закодироваться, чтобы повесить на чресло амбарный замок. На Сейшелах Рапунцель обучает Венца мастерству по обольщению мифических женщин. Что только не придумают эти два фрика. Вчера отмечали день рождения Кристины Дерябиной. В качестве подарка мужиковатые таксистки подогнали нового мужика. Как долго продержится новый участник рядом с этой лающей акулой, скоро узнаем. Андрей Чуев и Марина Африкантова ждут в Баку вылета в Дубай. В прошлый раз Чуев, у которого нехилый долг, обозначенный на сайте судебных приставов, смог выехать через Минск. В этот раз он избрал другой маршрут, чтобы обойти российских погранцов. Алена Ашмарина недолго тосковала по Илюшеньке и завела себе новую игрушку на два года моложе предыдущего любовника. Знакомьтесь, Григорий, опять хоккеист и опять из Питера. Пара Светланы Кальметовой и Грека Николаса вызывала сомнения у зрителей с самого начала. Уж как-то все тихо и ладненько получалось. Да и выбор Грека показался странным. Странная и тихая Светочка. Но вот и сказочке конец. Пара распалась, о чем лаконично сообщает нам сама Светлана. Девушка сообщила. Тяжело доверять людям, особенно таким, как мой бывший. Андрей Чуев поделился разочарованием по поводу ограничений, введенных организаторами проекта на работу барона Сейшелов. Источники доходов, на которые рассчитывал Человек Года, оказались под запретом. Андрей признался, что он предполагал привлечь англоговорящую публику. Но ведущие предупредили о запрете на приглашение иностранцев в бар. Запретили и организовывать туры. Однако Андрей намекнул, что у него появились новые идеи по развитию бара и привлечению клиентов. Какие именно он держит в секрете? На этом все. Спасибо за просмотр. Текст взят из тематических групп. Подписывайтесь на видео новости, ведь смотреть и слушать гораздо интереснее, чем просто читать.